Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги «Бытие», читая перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет», наверное, самая известная глава из книги «Бытие». Предыдущая, 17-я, была про подтверждение договора между Богом и Авраамом, и там очень конкретно были названы две вещи. Со стороны Бога то, что Авраам получит сына от своей жены Сарры, пока у него только Измаил, один ребенок от его наложницы, а со стороны Авраама то, что все мужчины будут обрезаны. По сути дела, единственное ритуальное формальное требование, которое Бог предъявляет, но предъявляет его как обязательное условие этого договора. Ну, Авраам свою долю выполнил, он всех обрезал из себя тоже. А как же Бог? В полуденный зной у Дубравы Мамре, мы уже выясняли, Мамре, Муре, то ли одно и то же, то ли две разных местности, ну, неважно, там живет Авраам. Когда Авраам сидел у входа в шатер, явился ему Господь. Ну, так запросто. «Поднял Авраам глаза и увидел, что перед ним стоят трое путников. Он бросился к ним, поклонился до земли и сказал, «Владыка мой, окажи милость, не проходи мимо меня, раба твоего. Вам принесут воды, вымыть ноги, вы отдохнете под дерево, мое подам хлеба, чтобы вы подкрепились на дорогу, раз идете мимо меня, вашего раба. Хорошо, — ответили они ему, — так и сделай». Трое путников, нигде не сказанный ангел Господень. Просто шли какие-то люди, Авраам оказал им гостеприимство, причем так очень радушно оказал, да? Оказалось, встретил Бога. Такой очень тонкий намек, не отказывайте в гостеприимстве, даже тем, кого вы не знаете. Вдруг это Бог. Авраам вбежал в шатер и сказал Сарре, «Скорее возьми три меры муки самой лучшей, замеси тесто и напеки хлеба». Потом он побежал к стаду, выбрал хорошего, питанного теленка, отдал рабу, чтобы тот поскорее его приготовил. Авраам сам подал гостям сметану, молоко, телятину и ждал, стоя под деревом, пока они поедят. То есть не просто достал там, что осталось со вчерашнего, а пир приготовил. Это требовало времени, сил. В конце концов, на всех так не напасешься упитанных телят, да? Хотя он и богатый человек, но все же. И вот они трапезничают. «Где твоя жена, Сара?» спросили они у Авраама. Он ответил, здесь в шатре. Понятно, она не выходит к незнакомым мужчинам, это восток, дело тонкое. «Я вернусь к тебе через год», — сказал гость, «и у Сары будет тогда сын». А Сара слушала, она была у него за спиной, входа в шатер, ну так, чтобы не видели, да, там за занавесик какой-то. «И оба они, Авраама, Сара, были уже глубокими стариками, и прекратилось у Сары то, что обычно бывает у женщин. Рассмеялась она про себя и подумала, отцвела я, и тут пришла пора у тех, да и господин мой стар. Но Господь сказал Аврааму, «Что это Сара смеется, мне ли старухе рожать ребенка? Разве есть что-нибудь невозможное для Господа? Я вернусь к тебе в назначенный срок, через девять месяцев, и у Сары будет сын». «Я не смеялась», — солгала Сара, испугавшись. «Нет», — сказал он ей, — «ты смеялась». Смотрите, не наказывает, даже не то чтобы упрекает, а так скорее констатирует. Что это ты смеешься? Думаешь, для Бога есть что-то невозможное? Слушайте, а зачем Господь вот так тянет с этим всем, что нельзя было как-нибудь пораньше? Ну, мы, понятно, не можем за Бога объяснять, почему он так или иначе себя ведет. Но все-таки есть такое традиционное толкование, мне кажется, оно вполне справедливо, что это испытание Авраама и Сары. Вот не все так легко дается. Вообще хочется, чтобы жизни все давалось легко. Но люди, которым все легко дается, очень часто вырастают капризными, эгоистичными и черствами. Не так ли? А вот человек, который понимает, что в жизни не все легко, он ценит то, что он имеет. Ну, как ребенок, которому каждую неделю дарит гору всяких игрушек дешевых, он их топчет ногами, ломает и даже не замечает. Тот, кому раз в год на день рождения что-то подарили, тот безумно счастлив и ценит этот подарок. Вот может быть что-то из этой серии. Авраама нужно пройти через опыт ожидания, через опыт доверия Богу. Безусловного доверия, которое не подтверждается его опытом. Он старик, Сара его жена тоже старуха, и уже куда им-то надеяться на рождение малыша. Вот через опыт такого скептицизма, даже вот такой смешка, может быть, немножко циничного, через опыт смущения, когда этот смешок становится известен. Вот все это понять, чтобы сказать потом себе самим, ну вот да, мы же не поняли этого, а это было. Гости встали, чтобы продолжить свой путь, и посмотрели вниз на долину, в сторону Содома. Содом, тот самый город, который уже несколько раз здесь упоминался, там странствует лот, Авраам этого лота избавляет, и уже сказано, что там какие-то развращенные жители. Авраам пошел проводить их, и Господь сказал, уже мы понимаем, что это Господь, ну потому что, да, ясно, что это не просто трипутника. И Господь сказал, не стану я таить от Авраама своих замыслов, ведь от Авраама произойдет великий и сильный народ, и Авраам будет благословением для всех племен земли. Повторение тех обещаний, которые были, а раз так, то Авраам, знай, что сейчас произойдет, ты в курсе. Для того я избрал Авраама, чтобы он заповедовал и детям, и всем своим потомкам верно следовать по пути Господнему, жить правильно и поступать справедливо. А значит, должен знать, как вот в ситуации, где это делается наоборот, все потом происходит. И тогда я, Господь, исполню все, что я обещал ему. Господь сказал, «Вопьют злодеяния Содома и Гоморры, тяжек и грех, спущусь и посмотрю, все ли там виновны, быть может, не все, проверю». То есть, смотрите, в ситуации даже крайнего нечестия есть шанс исправить положение, вот кто-то должен найтись, как русская поговорка, не стоит силы без праведника. Вот должен быть праведник, который каким-то образом поможет. Авраам, как он должен среагировать на это все. Сейчас увидим. «Путники повернулись и пошли к Содому, но Господь остался стоять перед Авраамом». Вот, кстати, тот момент, который не позволяет нам видеть в этом рассказе явление троицы Авраама. Три путника, но троица что разделилась, Господь — это один, а двое других ушли. Видимо, все-таки под двумя здесь текст понимает ангелов. Один — это Господь в каком-то особом явлении, а двое ангелы, которые как-то рядом с ним, но отдельно от Господа. Но в те времена люди еще довольно плохо разбирались во всей этой ангелологии, вот в этих всех тонкостях богословской терминологии, догматики, поэтому, наверное, мы не будем пытаться увидеть здесь какие-то четкие такие формулировки. Неважно. В общем, одновременно Господь идет в Содом, чтобы проверить, что там происходит, и беседует с Авраамом. В конце концов, он может это сделать. И приблизившись к нему, Авраам сказал, а дальше начинается восточный базар с торговлей. Неужели со злодеями ты уничтожишь и праведных? Вдруг найдется в этом городе пятьдесят праведников, так неужели ты уничтожишь его, не пощадишь ради этих пятидесяти? Быть не может. Не сделаешь ты такого. Не погубишь ты праведников вместе со злодеями, не постигнет одна участи злодея и праведника. Быть такого не может. Судья всей земли разве может судить неправедно? Вот мы с вами на восточном базаре, где двое торгуются. Пятьдесят. Что скажет тот? И Господь ответил, если я найду в Содоме пятьдесят праведников, то ради них пощажу этот город. Тогда Авраам продолжил, я прах и пыль, но все же осмелюсь сказать Господу моему, ежели пяти праведников не достанет до пятидесяти, неужели из-за пяти недостающих ты уничтожишь целый город? Сорок пять. И Господь ответил, нет, не уничтожу его, если найду в нем сорок пять праведников. Авраам продолжал, а вдруг там найдется только сорок? И Господь ответил, если даже сорок, не буду этого делать. Кто торгуется с Богом? Разве так можно? Ты что, на базаре покупаешь там, я не знаю, огурцы? Да, можно. Аврааму можно. Наверное, потому что он не себе выторговывает. Смотрите, когда ему там Господь говорит, у тебя родится сын, но подожди, твои потомки будут четыреста лет в рабстве, а потом с ними все будет хорошо, Авраам не кричит, триста пятьдесят, триста, пожалуйста, пожалуйста, ты судья всей земли, неужели ты поступишь несправедливо? Он за себя не просит, никогда. Он за себя не торгуется, за других, да, и Господу, кажется, это нравится, по крайней мере, он его не прерывает. И, может быть, для Бога крайне важно, чтобы люди торговали с ним друг за друга, чтобы они вымаливали и у него вот это прощение. И Авраам, с другой стороны, крайне почтителен. Ты, судья всей земли, будешь ли судить неправедно? Ну, с такой, какой-то вот подковыркой, знаете ли, да, как же ты можешь, но с сознанием своей, своей какой-то вот ничтожности, я прах и пыль. Ну, так, до сорока уже сбили. Авраам сказал, пусть не гневается Господь мой на то, что я скажу, а вдруг там только тридцать праведников? И Господь ответил, пощажу город, если найду в нем тридцать праведников. Ну, давай, давай, снижай планку. Авраам сказал, я смеюсь спросить у Господа моего, а если их там только двадцать? Господь ответил, пощажу ради двадцати. Авраам сказал, пусть не гневается Господь мой, это последний вопрос, вдруг как там всего десять. И Господь ответил, пощажу ради десяти. Сказав это, Господь ушел, Авраам вернулся домой. Авраам сам сказал, что десять, может быть, если бы он сказал, сказал, что не последний вопрос, сбавил бы цену до пяти. Мы не знаем. А знаем только, что, пожалуй, это единственный во всей Библии пример, где человек торгуется с Богом, и Богу, кажется, это нравится.